Почему из-за моего пристрастия к арастичине, традиционному кулинарному блюду Абруцца и Мализи на юго-востоке Италии, мне пришлось ремонтировать кондиционер в своем старом автомобиле? Согласно священной дисциплине идеального арастичина, единственной аутентичной и традиционно принятой приправой является настоящий под пастухов, родившихся и выросших в суровых горах Абруцца и Мализи, ставших абсолютно асептическими в результате ритуального омовения вместе со своим любимым стадом в чистых ручьях между горами Маелла и Гран-Сассо. Поэтому, учитывая летнюю температуру, которая в последние годы нередко превышает 35 градусов, и то, что мое городское потоотделение, лишенное столь благородного происхождения, рискует непоправимо испортить вкус священного арастичина, я решил, чтобы избежать этого святотатства, отремонтировать кондиционер моего устаревшего, но регулярно обслуживаемого средства передвижения, очевидно, с помощью DIY, чтобы не нарушить бюджет, выделенный на высшую пищу. Если система кондиционирования воздуха в автомобиле перестала эффективно охлаждать воздух, но при этом слышно, как работает компрессор, то, скорее всего, это связано с потерей хладагента. Среди типичных симптомов – недостаточно охлажденный воздух, длительное время достижения необходимой температуры и наличие необычных шумов, исходящих из системы, например, булькающего шума из-за приборной панели. При наличии этих симптомов может потребоваться дозаправка системы или проверка на наличие утечек. В зависимости от проблемы существует несколько вариантов самостоятельного решения. Если система просто осушена, вы можете использовать один из различных комплектов для заправки хладагента, представленных на рынке, возможно, в сочетании с тестером утечек, чтобы восстановить работу быстро и недорого. В моем случае я сначала использовал набор, состоящий из шприца для затягивания шариков и баллона с охлаждающим газом. Однако примерно через два месяца система снова перестала нормально охлаждаться. Вероятно, потому, что шариковый герметик шприцевого типа, предназначенный для надежной герметизации микроутечек хладагента размером до 0,3 мм на резиновых и металлических компонентах всех автомобильных систем кондиционирования, не сразу начал действовать оптимальным образом, позволив тем временем выйти большему количеству газа. Поэтому впоследствии я решил повторить попытку заправки, но уже с помощью набора канистр 3 в 1, который позволяет за одну операцию уплотнить, в частности, резиновые детали, смазать и заправить систему, что, вероятно, в сочетании с предыдущей процедурой эффективно решает проблему, по крайней мере, пока. Незаменимая принадлежность комплекта для перезаправки – шланг с манометром, краном и быстроразъемным соединением для клапана низкого давления. Этот прибор необходим для контроля давления в системе и обеспечения правильного количества газохладагента. Без манометра трудно определить, разгружена система или перегружена, что может привести к повреждению компрессора. Обычно на баллонах с газохладагентом имеется диаграмма, показывающая оптимальные параметры давления в зависимости от температуры окружающей среды. Это помогает определить правильное давление, которое необходимо поддерживать в системе, поскольку атмосферные условия могут влиять на давление, необходимое для эффективной работы. По сути, заправка кондиционера – это почти то же самое, что накачивание шины с помощью баллончика для ремонта проколов. В первую очередь необходимо определить тип используемого хладагента и требуемое количество, которое обычно указано в руководстве по эксплуатации автомобиля или на наклейке под капотом, а также найти клапан на стороне низкого давления, которому должен быть подключен комплект для перезарядки. В моем случае это 700 граммов газа R134A. Очевидно, если система полностью слита. Нахождение клапана низкого давления необходимо для заправки кондиционера автомобиля. Он расположен на газозаборной трубке, самый большой, обычно рядом с компрессором. Колпачок часто бывает синего или черного цвета, а колпачок высокого давления – красного. Для его обозначения могут использоваться такие аббревиатуры, как L или LOW. Соединения клапанов низкого и высокого давления отличаются. У низкого больше, а у высокого меньше, чтобы избежать ошибок при заправке. Прежде чем приступить к измерениям, мне пришло в голову, что в китайском импортном магазине все термометры показывают разную температуру с погрешностью более 5 градусов по Цельсию, около 9 градусов по Фаренгейту. Поэтому, чтобы убедиться в достоверности данных, я решил сравнить взятый термометр с тем, который измеряет температуру воздуха снаружи автомобиля. Я заметил увеличение примерно на 3 градуса Цельсия, около 5 градусов по Фаренгейту, и буду учитывать это отклонение при будущих измерениях. Для предвзятого западного человека приятно и обнадеживающе знать, что термометры в Китае имеют широкую шкалу, каждый из которых по-своему интерпретирует температуру. Для заправки я использовал весь газ, имеющийся в обоих баллонах, то есть заявленные 250 граммов каждого эквивалентны примерно 650 граммов газа R-134A, и теперь пустые баллоны весят около 85 граммов каждый. Добавив этот вес к весу газа, вы получите вес брутто, указанный на этикетке, возможно, также с учетом масла и герметика для тюков в случае баллона 3 в 1. Итак, вот все шаги, которые я предпринял, чтобы использовать шариковую пробку, сделать первую заправку газом и вторую заправку через 2 месяца после использования продукта, все в одном. Включите автомобиль и включите кондиционер на полную мощность, установив вентилятор на самый высокий уровень, а температуру на самый низкий. Это поможет сохранить циркуляцию хладагента. Открутите колпачок с клапана низкого давления. Подсоедините шприц с охлаждающей жидкостью к штуцеру клапана низкого давления, используя прилагаемый переходник, на который он должен быть накручен, обеспечивая прочность соединения во избежание утечки. Медленно нажимайте на шприц, крепко удерживая его, чтобы впрыснуть всю жидкость для отверждения шариков в систему, как указано в инструкции. Оставьте систему кондиционирования включенной не менее чем на 10-15 минут, чтобы герметик хорошо циркулировал и добрался до всех утечек, загерметизировав их. Проверьте текущее давление в системе кондиционирования с помощью манометра. При температуре окружающей среды около 25 градусов Цельсия, около 77 градусов по Фаренгейту, идеальное давление в секции низкого давления должно составлять около 2,4 дефис 3,1 бар, около 35-45 фунтов на квадратный дюйм. После того, как герметик для тюков будет впрыснут, отсоедините шприц и закрутите крышку клапана низкого давления. Тщательно встряхните канистру для заправки, чтобы перемешать охлаждающую жидкость. Прикрутите шланг к канистре, убедившись, что кран полностью откручен, ТЕ внутренний штифт полностью втянут. После проверки давления открутите колпачок с клапана низкого давления и подсоедините шланг с манометром и краном к клапану низкого давления. В этот момент закрутите кран канистры до упора, а затем открутите его примерно на полговорота, чтобы газ начал поступать в систему. Поскольку это непрофессиональная продукция, данная операция может потребовать небольших и постепенных регулировок, чтобы найти правильную точку открытия крана, которая позволит правильно пропускать газ из канистры в систему. По сути, это своего рода гвоздь, который толкает клапан, встроенный в канистру, чтобы перевести его в открытое положение. Следите за показаниями манометра. Давление должно подняться до идеального значения 2,03,0 бар, около 30-44 фунтов на квадратный дюйм, в секции низкого давления после 5-10 минут работы до затора при включенном на полную мощность кондиционере. Откручивание всего крана приведет к закрытию клапана канистры. Когда вы убедитесь, что заправка произведена, отсоедините шланг от клапана низкого давления, стараясь не допустить выхода газа, и закрутите колпачок обратно на клапан. После завершения заправки проверьте температуру воздуха, выходящего из вентиляционных отверстий автомобиля, чтобы убедиться, что система работает правильно. В моем случае, когда на улице около 28 градусов, 82 градуса по Фаренгейту, температура воздуха в сопле составляет около 5 градусов, 41 градус по Фаренгейту, учитывая, как уже говорилось, голодание термометра примерно на 3 градуса, 5 градусов по Фаренгейту. Таким образом, кондиционер работает идеально, находясь в типичном диапазоне от 4 до 10 градусов, 39 дефис 50 градусов F, или на 20 градусов, 36 градусов по Фаренгейту, ниже наружной температуры. К сожалению, примерно через 2 месяца после первой заправки системы кондиционирования автомобиля газом R134A я заметил, как уже говорилось выше, что система больше не работает, как раньше. Кондиционер не охлаждал в достаточной степени, что заставило меня задуматься о том, что вторая заправка могла бы еще больше повысить эффективность работы кондиционера. На этот раз я выбрал продукт 3 в 1, который очень практичен, поскольку содержит не только газ-хладагент, но и герметик для шариков и масло для системы кондиционирования. Такое решение имеет несколько преимуществ. Герметик для шариков помогает заделать небольшие утечки в резиновых деталях, а масло поддерживает уплотнение и компоненты системы в хорошем состоянии, продлевая срок ее службы. Используя набор 3 в 1, при первой заправке я придерживался процедуры, аналогичной заправке только газом из баллончика. Подготовив автомобиль и проверив давление в системе, которое было чуть ниже минимальных значений, я подсоединил шланг с манометром к клапану низкого давления. Хорошенько встряхнув баллон, я включил двигатель и кондиционер на максимум. В этот момент я закрутил клапан канистры до упора, а затем открутил его примерно на полгоборота, чтобы продукт поступил в систему. Во время этого процесса я тщательно проверял манометр, чтобы убедиться, что давление остается в оптимальном диапазоне. После заправки продуктом 3 в 1 я сразу же заметил улучшение работы кондиционера. во время короткой тестовой поездки, при температуре воздуха на улице около 36 градусов, 97 градусов по Фаренгейту, я обнаружил около 8 градусов, 46 градусов по Фаренгейту в вентиляционном отверстии, всегда принимая во внимание часто упоминаемое голодание термометра на 3 градуса, 5 градусов по Фаренгейту. Но полузамерзшие руки и ноги были, безусловно, самым надежным мерилом. Разумеется, всегда полезно проследить за работой кондиционера в последующие дни, чтобы оценить его долгосрочную эффективность. В заключение, если вы умеете работать руками и принимаете во внимание высокую стоимость ремонта системы кондиционирования, даже для старого автомобиля, то попробовать один или оба метода герметизации системы или просто ее перезарядки может быть хорошей идеей. Конечно, если вы сразу заметили, что система полностью разряжена, в ней очень низкое давление, и если после любой дозаправки система полностью опустела менее чем за месяц, настаивать, скорее всего, бессмысленно. В этом случае, если вы не хотите тратить деньги на профессионала, можно попробовать несколько трюков, чтобы немного освежиться, например, использовать винтажные бамбуковые чехлы для сидений, поставить ведерки со льдом в салон, установить портативный домашний кондиционер в багажник или, в крайнем случае, с помощью углошлифовальной машины превратить автомобиль в кабриолет. Надеюсь, не нарушить фундаментацию дальную жесткость конструкции и не выглядеть как парнозвезда на пенсии на отдыхе в Мализе. В качестве альтернативы тем, кто предпочитает компромисс, чтобы не выглядеть, как говорят в моей глуши, и находится в месте, где времена года еще существуют, если заправка кондиционера длится хотя бы до лета, можно выбрать ежегодную заправку «Сделай сам». Учитывая, что природные газообразные углеводороды, содержащиеся в баллонах, в настоящее время признаны невредными для окружающей среды, трата нескольких десятков евро в год может быть приемлемым решением. Спасибо за просмотр видео. Надеюсь, я был вам полезен и развлек вас. Если вы еще не сделали этого, пожалуйста, поделитесь, прокомментируйте, поставьте лайк, посмотрите другие видео, выразите огромную благодарность и подпишитесь на канал. Спасибо за поддержку. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok